Тревогу первыми забили депутаты районного совета. Они обратились в правоохранительные надзорные органы с требованием найти тех, кто тайно свозил в бывшую карьеру Рудоуправления строительный мусор. По предварительной оценке, объём отходов превышает 40 тысяч кубометров. Есть угроза загрязнения соседних обводнённых карьеров. Во вторник депутаты вместе с главой района Надежды Суровцевой, первым заместителем руководителя администрации Ирины Ивановой, представителями Росприроднадзора Министерства экологии области выезжали на промышленную территорию. Последнее время настало превращаться в безжизненную свалку. По словам очевидцев, мусор стал заметно прибавляться с марта этого года. Этими же отходами засыпает и сам карьер. Всё это началось с того, что сначала начали валить снег, а под тем, как валить снег, видимо, стали уже недобросовестные товарищи не только снег валить, но и, наверное, бытовой, строительный мусор. Ну а дальше ситуация стала развиваться как-то в накатанной. И эту ситуацию она как можно быстрее закрывает, потому что это может повести к каким-то катастрофическим последствиям. Как отметил начальник управления земельных отношений, администрация района Виталия Андрюсенко для предотвращения завоза нового мусора выполнено обустройство заградительных земляных валов на площади одного гектара. Единственный въезд на площадку перекрыт, установлен пропускной пункт. В администрации района приняты меры к недопущению размещения грунтов и иных отходов. По данному факту проведено обследование земельного участка и данный акт обследования земельного участка направлен в прокуратуру для принятия мер реагирования в отношении виновных лиц. Какие планы у администрации на эту территорию? Я полагаю, что земельный участок нужно благоустроить и вовлечь его в земельный оборот с целью его предоставления на праве аренды. Масштабы ущерба и класс опасности отходов правоохранительным органам и прокуратуре еще только предстоит установить. Вместе с депутатами на территорию выезжал председатель комитета имущественных отношений, землепользования, природных ресурсов и экологии Московской областной думы Владимир Шапкин. Говорительным данным, что это не разграниченная так называемая собственность, понятно, что в данном случае несет ответственность за то, что здесь происходит администрация. Ну а все договоры, которые были ранее составлены, договорные обязательства, кто занимался, чем, я думаю, что это как раз правоохранительные органы, прокуратура должна разобраться. Стороны сошлись в одном мнении. Создавать свалку на освоенной промышленной территории, по границам которой сосредоточены предприятия, было бы большой ошибкой. Пока эту ошибку еще не поздно исправить.